В попытках разобраться, что такое Украина, мы также попытаемся узнать страны, которые находятся вокруг Украины. Так что в течение этого семестра у вас будет возможность подумать о том, что такое Россия. Это не наша основная тема, но, полагаю, вам уже приходило в голову, что Россия это тоже непросто. И история России не так уж проста и понятна. И что война, которая идет сейчас, может иметь больше общего с тем, что мы не знаем про Россию, чем с тем, чего мы не знаем про Украину. Это просто повод для размышлений. Профессор Бушкович, наш выдающийся специалист по ранней современной России, собирался читать лекцию о формировании российского государства во вторник. Но он не может. Так что вместо него это сделаю я. Лекция состоится. В этой лекции вы заметите, когда начнет появляться что-то похожее на начало российского государства. И я хочу, чтобы вы это отметили, потому что эта хронология очень важна. Отчасти я думаю об этом, потому что мы фактически находимся в стадии войны. И уверен, большинство из вас знает, что Российская Федерация начала мобилизацию под названием частичная мобилизация, что бы это ни значило. Но указ, о котором идет речь, по сути позволяет мобилизовать на войну любого из российских мужчин. И теперь людей в России мобилизуют на войну по всей стране. Но особенно, что неудивительно, в азиатской части и на юге России. В местах, где люди бедны, а также в местах, где люди этнически, как мы сегодня говорим, не русские. Это напоминание о том, что Россия является азиатским государством. Большая часть территории России фактически находится в Азии, верно? И поэтому, когда Россия вторглась в Украину, многие из российских солдат и среди погибших тоже были азиатами. Я упоминаю об этом, потому что это будет полезно в следующей лекции, когда мы будем размышлять о том, что такое Россия и в чем она похожа или не похожа на Украину. Первый момент, который я хотел бы отметить сегодня, когда мы переходим от Руси к Литве, это язык. Я хочу, чтобы вы помнили, что языки и народы это не совсем одно и то же. Есть современная фантазия «один язык, один народ», которая часто проходит под заголовком национализма или этнического национализма или этнической принадлежности. Но языки существуют для вас, и вы можете переходить от одного языка к другому, особенно когда вы молоды. Эй, многоязычные ребята, перестаньте шутить, перестаньте шептаться. Они все такие «мы говорим на многих языках». Я уверен, ваши ассистенты делали так же. Они наверняка спрашивали «на каких языках вы говорите, ребята?» Они же делали это на семинаре. Конечно, они так делали, я не удивлен. Хорошо, но вы же знаете, что для Виктора и Максимаса язык, на котором они вас учат, это язык, на который они перешли, так? Это не родной язык с момента рождения. Это язык, на который они перешли. И эта человеческая способность очень важна в политике, особенно в несовременной политике. Поэтому, когда мы говорим об этом парне Владимире или Владимире, или Вальдемаре, как его звали скандинавы. Мы говорим о парне, который принял христианство и в некотором смысле заложил фундамент проекта государственности, о котором мы говорим. Он скандинавский принц, верно? Он из Скандинавии, его семья из Скандинавии. Даже его преемники будут по-прежнему скандинавскими принцами, и его зовут Вальдемар. Но у его имени есть и красивые славянские версии. Сегодня мы говорим Володимир или Владимир, но эти имена, в свою очередь, кажется, пришли из Болгарии, да? Так что есть болгарский Владимир. Так он скандинавский принц? Болгарский или он принц? И это заставляет нас думать в правильном направлении, потому что он не является кем-то одним, верно? Способ прийти к власти и очень часто способ остаться у власти, опять же, особенно в ранние периоды, это быть больше, чем кем-то одним, говорить больше, чем на одном языке. Так что если мы подумаем о Вальдемаре или Владимире или Володимире, мы вправе думать о викингах, но мы также вправе думать о болгарах, и мы вправе думать о византийцах. Когда он принял христианство, он взял другое имя, а именно Василий. Это было его крестильное имя, Василий. Примечательно, что он не сделал это имя основным. Он заявил, что его основным именем останется Владимир. Итак, люди приходят в языки, и люди могут перемещаться между языками, верно? Когда я был в Украине в последний раз, пару недель назад я разговаривал с человеком, которого звали Владимир. И вы знаете, этот Владимир Зеленский, он тоже человек, который пришел в язык, верно? Украинский не был его основным языком, когда он был избран на пост президента Украины, но теперь это его публичный язык. И даже я могу сказать, что сейчас его украинский намного лучше, чем пару лет назад. И когда я общался с его женой, Еленой Зеленской, мы тоже говорили на украинском. Думаю, я заставил ее чувствовать себя комфортно, потому что мой украинский был просто «Знаете, я делал ошибки». И я думаю, что это ее успокоило. «Вы знаете, это мило, я делал ошибки». Ошибки — это мило. Старый парень, делающий ошибки — это мило. Это одно из многих наших преимуществ. Но она пришла в язык так же, как и я в него пришел, верно? Я говорил с ней на украинском. Украинский не мой родной язык, верно? Это мой четвертый или пятый язык. Я входил в язык иначе, чем она это делала, верно? Вы можете приходить в языки. Еще одна связанная с этим тема — это то, что Владимир Вальдемар приходит в религию. То есть обращение в новую религию — это своего рода движение в сторону. Вы не перестаете быть язычником, когда становитесь христианином. Это не значит, что все ваше прошлое исчезает. Это значит, что вы переходите в нечто, что уже существует и приносит с собой определенные особенности. В данном случае это священники, и это другой язык, церковнославянский. Оно приносит с собой традицию. Оно приносит с собой наследие, потому что в тот момент, когда вы принимаете христианство, вы наследуете Библию, а значит и историю евреев, очень древнюю историю. Как будто вы вписываете себя в эту хронологию. А поскольку вы переходите на греческий язык, вы также переходите к традициям древнего средиземноморского мира. Внезапно вы оказываетесь во всех этих вертикальных традициях, которых раньше не было. Итак, в этой лекции мы перейдем от Владимира к Ярославу, а затем от Ярослава к Литве. Мы закончим в Литве, к радости наших трех литовцев в этой группе. Итак, два великих лидера Руси, если вы читали учебник о ранней Руси, это Владимир и Ярослав. И сначала мы должны добраться до Ярослава. Это сложно. То есть я могу сказать, что Ярослав был сыном Владимира. И тогда все будет звучать очень просто. Но на самом деле все не так просто. Как вы помните, когда Владимир брал в жены византийскую принцессу Анну, у него уже было около шести жен. И гарем из сотен наложниц. То есть его отношения с сыновьями нельзя назвать простыми. Когда он умер в тысяча пятнадцатом году, и в этот раз я попытался все записать, один из его сыновей, Святополк, был в тюрьме. Ничего странного, он вел войну против другого своего сына Ярослава. Когда Владимир умирает, Святополка освобождают. Затем Святополк организовывает смерть своих трех братьев, вероятно, с помощью скандинавских союзников. После этого Святополк идет на войну с Ярославом. При поддержке некоторых скандинавских союзников Ярослав сначала побеждает. По крайней мере, так говорится в сказании об Эвалинде, исландской саге. Что напоминает о том, что все это, между прочим, почти скандинавская история. Мы могли бы быть на уроке скандинавской истории. История Руси в этот момент вписывается в эту историю, поскольку Русь становится государством одновременно с тем, как государствами становятся Норвегия и Швеция. Это параллельный и взаимосвязанный процесс. Итак, Святополк освобождается из тюрьмы, но затем его побеждает Ярослав. Тогда Святополк отправляется в Польшу, собирает войско и приводит его обратно. Он женится на польской принцессе, возвращается с польским войском и побеждает Ярослава. Ярослав идет на восток, набирает войско Печенегов, возвращается и побеждает Святополка. Кажется, что Ярослав теперь главный, но появляется еще один брат. Их было по меньшей мере десять. Я уверен, что их было намного больше, но мы знаем о десяти. А еще одного брата звали Мстислав, что означает что-то вроде «слава мести». Красиво. Мстислав идет походом на Киев и побеждает Ярослава. В результате этого Мстислав и Ярослав какое-то время правят Киевом вместе. Мстислав около десяти лет. В 1036 году Мстислав умирает, и с 1036 года Ярослав правит один. Хорошо, я привожу эти подробности, потому что скандинавские саги и ранние киевские источники описывают эти события ярко и красочно в деталях, но также и потому, что я хочу, чтобы вы увидели проблему. Это проблема преемственности. Как вы переходите от одного правителя к другому и как при этом функционирует государство. Это ключевая проблема в политической теории и практике, на которую вы должны обратить внимание. Потому что даже если вы думаете о современной политике, почему, например, в Российской Федерации сейчас такой хаос? Первое, о чем стоит задуматься, а каков принцип преемственности? Как они узнают, кто будет следующим правителем? Итак, в ранней Руси наблюдаем большую проблему престола наследия. Если считать так, как мы считаем, то от одного правителя к другому, единовластному правителю, от Владимира к Ярославу, прошел 21 год. И за это время было убито по меньшей мере 10 детей Владимира. Хорошо, я также хочу, чтобы вы запомнили, что престола наследия была проблемой. Потому что когда через пару недель мы перейдем к другим типам режима, Речи Посполитой, Российской империи, престола наследия, также будет очень важным вопросом. Это приводит нас к Ярославу и тому, что считается золотым веком Киевской Руси. Его правление это 1020-е, 30-е, 40-е годы. Он правит один с 1036 года до самой смерти в 1054 году. Итак, Ярослав это также скандинавский князь. Я хочу убедиться, что это понятно. Тот факт, что он скандинавский князь, не означает, что он не князь Руси, верно? Но он скандинавский князь. Он есть в саге о Харальде Хардраде, короле Норвегии. И он выдает замуж за того самого короля Норвегии одной из своих дочерей. Сам он женат на дочери короля Швеции. Как я уже говорил, некоторые источники о нем это исландские саги. И, кстати, исландские саги это самая ранее серьезная европейская литература. Они довольно необычны, но они также являются интересными историческими источниками, потому что в них записаны события, которые произошли всего за 100 или 200 лет до того, как они были записаны, и они основаны на устной традиции. Так что они являются относительно ценными историческими источниками. Итак, Ярослав выдает одну из дочерей за короля Норвегии, верно? Так что в этом моменте мы очень связаны с историей Скандинавии. И невозможно представить, что он не говорил на шведском языке, как бы он в то время ни назывался. Так, что мы еще должны знать? Еще одну из своих дочерей он выдал замуж за короля Франции. И это забавный факт, который должен знать каждый украинец. Так что я обязан был это сказать. Это была любимая дочь Ярослава, которую звали Анна, и которую помнят как Анну Киевскую, потому что с точки зрения Парижа она была Анной Киевской. В середине 11 века она была королевой Франции. Это она побывала в Париже и сказала, что по сравнению с Киевом здесь как-то мрачно и жалко, и захотела вернуться обратно. Теперь вы знаете, это Анна Киевская. Итак, Ярослав — скандинавский князь, но также он является наследником византийского христианства от своего отца. И одновременно с этим он правитель славяноязычного населения. Получается своего рода треугольник. Итак, на византийской стороне треугольника он строит или, возможно, достраивает церковь Святой Софии, которая является центральным собором в Киеве, который все еще существует в виде реконструкции в стиле барокко, но он все еще существует. Он был завершен где-то в тысяча тридцатых годах и был построен по образцу Собора Святой Софии в Константинополе. То есть главный собор Киева построен по образцу главного собора Константинополя. Так сказать, для баланса. Вместе с церковью пришли грекоязычные священники. Первыми, кто пришел обращать население в христианство, были священники из Константинополя. Они говорили по-гречески. С греческими священниками и с обращением в христианство появляется определенная модель порядка, которая многим из вас может показаться интуитивно понятной. Она кажется такой естественной, потому что мы не знаем, как по-другому, но когда-то ее должны были ввести. Я говорю про дни недели. Дни недели и идея о том, что день отдыха — это седьмой день, воскресенье. Вместе с христианством пришли церкви и церковные дворы. Вместе с христианством пришла идея о том, что вы хороните мертвых, а не кремируете. Об этом я уже упоминал. То, что вы хороните их в определенном месте, на кладбище, в церковном дворе, это тоже пришло с христианством. То есть к греческим священникам прилагается цивилизационный пакет. Но что интересно, именно Ярослав переходит от греческих священников к местным, славяноязычным священникам. В 1051 году он назначает местным главой церкви, митрополитом, человека по имени Илларион. Он был местным славянином, не греком. И что очень важно, примерно в это же время язык литургии меняется с греческого на староцерковнославянский. Другими словами, есть большая разница между тем, чтобы пойти в церковь и услышать незнакомый язык, и тем, чтобы пойти в церковь и услышать язык, который вы понимаете, верно? В основном это и есть переход от греческого к староцерковнославянскому. С точки зрения Киева, греческий — это иностранный язык. Очень мало людей говорят на греческом. В основном это люди, прибывшие из Константинополя, или греческие торговцы, приезжающие из Черноморского побережья. Как я сказал, в основном это иностранный язык. И за всю историю греческой церкви, православной церкви, восточной церкви, в Киеве относительно мало людей изучают греческий язык. Некоторые учат, но их мало. В основном это очень образованные церковнослужители. Староцерковнославянский — это другая история. Вы помните, откуда взялся старославянский язык? Он был изобретен Кириллом и Мефодием. Он прошел этот путь до Болгарии, а теперь прибыл в Киев. И у него есть огромное преимущество. Это славянский язык. Он основан на славянском языке. Возможно, на том языке, на котором в Македонии говорила мать Кирилла и Мефодия. Но он основан на славянском языке. И поэтому, если вы носитель славянского языка, вы можете многое из него понять. Я не носитель славянского языка, но я изучал староцерковнославянский. И мне многое было интуитивно понятно. Тысячу лет спустя, и с забавной глаголицей, но многое было интуитивно понятно. Так что он не абсолютно чужой. То есть, взяв славянский язык за основу, с ним можно начать работать. Вы можете взять его за основу письменности, и тогда, со временем, в язык начинает проникать вернакуляр. Что такое вернакуляр? Это язык в той форме, как мы на нем говорим. И вот славянские слова, просторечия, прокладывают себе путь в письменный язык, тем самым обогащая и изменяя его. И церковнославянский постепенно становится письменным языком, который использует не только церковь, но и государство. И это очень важно. Ведь если вы собираетесь управлять государством, которое стоит отдельно от церкви, было бы неплохо иметь закон. Должен быть язык, которым можно задокументировать этот закон. Поэтому староцерковный славянский язык в том варианте, в котором он используется в киевском государстве, обычно называют канцелярским славянским языком. Просто чтобы обозначить это различие. Канцелярский славянский. И этот канцелярский славянский является языком очень важного текста. Кажется, он берет свое начало со времен правления Ярослава и будет актуальным еще на протяжении века или около того. Этот текст называется «Русская правда» и является сборником законов. Итак, появляется светское право. Не просто церковное право и традиции, а светское право. И то, о чем говорится в этих законах, само по себе очень показательно. С этих пор закон становится для нас историческим источником. Теперь у нас есть не только саги, генеалогии или легенды о Руси, написанные в Киеве спустя столетия после событий. У нас есть закон, который был применен в свое время. Что мы видим в этом законе? По крайней мере, два очень важных события. Во-первых, общество уже не то, каким мы видели его вначале. Оно перешло от типа общества, в котором люди могли быть порабощены, к обществу, где главным занятием людей было сельское хозяйство. И сельское хозяйство регулируется. Итак, сейчас у нас есть государство, основанное на излишках сельского хозяйства. Классическая модель, которую мы наблюдаем снова и снова, начиная с Месопотамии. Классическая модель, где у вас может быть город, и у вас может быть государство со столицей в этом городе, потому что у вас есть правило о том, как вы собираете излишки с людей, которые обрабатывают землю. В каком-то смысле это эксплуататорская система, но она в корне отличается от той, которая базировалась на набегах и работорговле. Эта система описывает отношения между правителем и его народом, в отличие от отношений с людьми, которые просто проходят мимо и забирают вещи или людей с целью дальнейшей продажи. То есть к тому времени, когда закон был записан, этот переход был осуществлен. Мы находимся в обществе другого типа. И еще более фундаментальный факт, то, что вы видите в русской правде, это попытка перехода от культуры личной мести к культуре, где споры решаются в судах. Уверен, что каждый из вас, хотя бы по фильмам, знает, что я подразумеваю под личной местью. Я делаю что-то вашему клану, и поэтому ваш клан должен сделать что-то моему клану, и это может продолжаться бесконечно. Это может иметь высокую цену и дестабилизировать ситуацию. Если вы создаете государство, вы не хотите, чтобы два клана бесконечно враждовали между собой. Когда возникает конфликт, например, этот клан что-то украл, или этот клан что-то сжег, вы хотите, чтобы они пришли с этим конфликтом к вам, к государству, в суд, где он может быть решен. Таким образом, помимо всего, русская правда устанавливает размер наказания, универсальное наказание, а не личная вражда, вот что создает государство. Я все время возвращаюсь к этому, но... Слабая сторона этого государства заключается в отсутствии правовых структур, которые позволили бы его сохранить. И это частая проблема. Это своего рода магия основания государства. Немецкий социолог Макс Вебер также был одержим этим вопросом. Как вы переходите от стадии основания государства к стадии существования государства? Вы можете основать государство благодаря каким-то великим достижениям или харизматичному лидеру, но ни достижения, ни харизма не длятся вечно. И как тогда поддерживать существование государства? Можно основать институции. Окей, это звучит хорошо. Но как вы убедитесь, что люди продолжают в них верить без достижений и харизмы, которые как-то поддерживают их? Как вы можете обойтись без процедуры? Итак, когда мы говорим о Киевской Руси, мы имеем в виду целый ряд земель на востоке, с севере, немного на юге и к западу от Киева. Мы говорим не только о Киеве и Украине сегодня, но и о том, что сейчас является Белоруссией и значительной областью европейской части России. Вплоть до восточной части нынешней Москвы. И части этих территорий передавались разным сыном ям в чрезвычайно запутанном порядке, в котором, честно говоря, так никто и не разобрался. Он менялся от поколения к поколению, а иногда его просто выдумывали. Мы не знаем, по каким правилам это происходило. И это простительно. Потому что, какими бы ни были правила, братья постоянно воевали друг с другом. А если они постоянно воевали, возможно, эти правила были спорными, непонятными или не всегда воспринимались всерьез. Итак, правители в Киеве передавали своим сыновьям различные регионы. И была идея, что определенный сын в какой-то момент станет правителем Киева и будет превосходить всех остальных. Но это никогда не происходило так, как должно было быть. И после смерти Ярослава в 1054 году, по сути, у нас есть одна длинная и запутанная серия кризисов престола наследия до прихода монголов в 1241 году. Однако здесь, по крайней мере, один момент, который нужно отметить, это развитие города Владимир. Не человека, а города. И мы будем называть его Владимиром, а не Володимиром. Потому что этот город находится на крайнем востоке Руси. Немного восточнее того места, где сейчас находится Москва. Я говорю сейчас, потому что в то время Москвы не существовало. В 1160-х, 70-х годах городом Владимиром управлял человек по имени Андрей Боголюбский. Я думаю, он должен быть в вашем списке. И он напал на Киев. Не один раз, а дважды. В первый раз он успешно его разграбил. Во второй раз он был отбит. Но дело в том, что у Андрея Боголюбского была идея сделать Владимир самым важным городом, так сказать, преемником Киева. Он крадет под Киевом важную икону и привозит ее во Владимир. Он строит во Владимире церковь, похожую на Софию Киевскую. Итак, он планирует стать самым влиятельным лидером и сделать свой город важнее Киева. Итак, этот город Владимир находится в округе, который называется Суздаль. Когда придут монголы, они разрушат Владимир, они разрушат Суздаль, они разрушат практически все в этой части Руси. Но я хочу, чтобы вы хотя бы отметили, что эта идея была уже здесь в 12 веке. Идея преемника Киева, который каким-то образом может быть лучше, чем сам Киев. Когда приходят монголы, а о них и их планах мы еще поговорим, но когда приходят монголы, мы наблюдаем процесс раздробления Руси, который затянется на долгий период времени. Я скажу всего пару слов о монголахе, о том, что они замышляли. Очень коротко. В глазах людей, чьи города были разграблены, приходящие чужаки — это всегда просто мародеры, несущие хаос и так далее. Но что обычно происходит на самом деле, эти чужаки пытаются установить торговые пути на выгодных для них условиях. Именно во избежание таких событий теперь у нас есть Европейский Союз. Чтобы получить выгодные условия, приходилось грабить города. Жестоко, но оно так и есть. Итак, монголы, как и викинги до них, пытались установить длинный торговый путь. Викинги по морю, монголы по суше — путь, по которому они могли бы вести выгодную торговлю на выгодных для них условиях. И куда бы они ни пошли, они добивались огромных успехов. У них не было ни одного серьезного поражения. В начале 1240-х годов они уничтожают то, что осталось от Киевской Руси. Понимаете, да? Когда они уничтожают Киевскую Русь, они не уничтожают единое государство. Потому что единого государства не существует. Есть множество конкурирующих между собой регионов. Выходя на поле боя с монголами, князья Руси буквально спорят между собой, кто есть кто, и кто должен идти первым, и кто из них самый главный. Понимаете? Но даже если бы они шли идеальным строем и любили друг друга, они все равно получили бы от монголов по шапке. Монголы должны были победить. Итак, после монгольского нашествия мы наблюдаем распад земель Старой Руси на три части. Я их обозначу. А затем мы поговорим о самой важной из них, Литве. Итак, далеко на западе находится Галецко-Волынское княжество. Галецко-Волынское княжество. Вторая часть — Крайний Восток или Крайний Северо-Восток. Это Суздаль, территории вокруг того, что в какой-то момент станет Москвой. Москвы до сих пор нет, но я обещаю, что в какой-то момент Москва будет создана. Территории вокруг Суздаля на Северо-Востоке будут дольше всех оставаться под прямым монгольским господством. Это уже другая политическая история. Монголы придут и останутся. И они установят прочную форму транзакционной политики с наследниками князей Руси на Дальнем Северо-Востоке. И мы продолжим эту историю в следующий раз, когда я буду говорить о происхождении государства, центром которой является Москва, о происхождении России. Третья и самая важная траектория, та, по которой мы будем двигаться сегодня, — это Великое Княжество Литовское. Большая часть территории Старой Руси входит в состав Великого Княжества Литовского. И одна из причин, по которой я потратил так много времени на рассказ об этой цивилизации, заключается в том, что этот цивилизационный пакет, связанный с Ярославом, язык, канцелярский, славянский, право, Все это поглощается Литвой. Литовцы перенимают его. Они делают его своим. И в этом смысле киевская цивилизация выживает в письменной форме своего права. Поэтому иногда полезно думать о том, что разные элементы истории могут развиваться с разной скоростью или иметь разный срок жизни. Так, язык обладает большой долговечностью. Он меняется с течением времени. Определенный цивилизационный пакет, например, закон, не так долговечен, как язык, но он может существовать гораздо дольше, чем человек. Поэтому тот факт, что Ярослав издал собрание законов, намного важнее, чем он сам. Этот закон выходит за пределы его жизни и укореняется в истории Литвы. Спустя столетия, когда литовцы в 16 веке будут писать свои великие статуты, они будут использовать этот язык, канцелярский славянский. Да, в нем будет много местных слов, но этот цивилизационный пакет пережил саму Киевскую Русь. Итак, последнее большое дело, которое мы должны сделать. Мы дошли от Владимира до Ярослава, от Ярослава до распада Руси. Теперь нам нужно добраться до Литвы. Что такое Литва? И как Литва может быть такой великой? Разве Литва это не просто маленькая страна? Крохотная страна, наполненная носителями балтийских языков, верно? Как она может быть такой? В то время это была самая большая страна в Европе, друзья мои, и она возникла, как зачастую и возникают страны, из-за давления с двух сторон. Литовское государство консолидировалось из-за давления с запада в виде христианства. Теперь очень агрессивного, точечного давления в виде крестовых походов. Несколькими веками ранее, когда мы говорили о Франках, Польше, Моравии и так далее, это было более мягкое давление. Знаете, мы хотим, чтобы вы обратились в христианство, возможно, вы будете немного нам подчиняться, но сейчас мы находимся в 14 веке. Это эпоха крестовых походов, и литовцы подвергались жестокому насильственному обращению. Это значит, что всех мужчин убивали. А женщин и детей забирали и крестили. Так поступали тевтонские рыцари. Итак, давление с запада. Рыцари тевтонского ордена уничтожают пруссов. Я понимаю, что место под названием Пруссия до сих пор существует, но оно получило свое название от более раннего народа, который говорил на балтийском языке, очень похожим на литовский. Этот народ был истреблен рыцарями тевтонского ордена. Их больше не существовало. И во время этих событий группам балтийцев, которые называются литовцами, удалось консолидировать государство. То есть они консолидировались из-за давления с запада. А также, как мы еще увидим, они консолидировались из-за того, что делали монголы на юге. И так, столкнувшись с давлением с запада в начале 14 века, В 1300-е годы литовское государство могло продвинуться на юг от Вильнюса, на территорию нынешней Белоруссии и вглубь нынешней Украины. И поэтому, когда на них давили с запада, они воспользовались тем, что монголы сделали на востоке. Это может помочь. Хотя, знаете ли, в историографии, где доминирует христианство, эту ситуацию никогда бы не описали таким образом. Но тевтонские рыцари и монголы прибыли примерно в одно и то же время. Их практически одновременное прибытие создало условия, в которых Литва могла противостоять этому вызову, собрав территории с юга, земли Руси и став крупнейшим государством в Европе, что, собственно, и произошло. Итак, что мы знаем о Литве? Я уже говорил о математике рабства и язычества. Литовцы были последними, кто удержался в этом. Они были последней крупной языческой группой в Европе. Они были последними, кто смог не стать порабощенными больше, чем они поработили других. Они использовали чужой рабский труд в своей сельской местности. Они совершали набеги на Руси, Польшу с целью захвата рабов. Они также угоняли в рабство своих балтийских языческих соседей. До тех пор, пока их соседи были язычниками. Они привозили десятки тысяч людей для работы в качестве рабов в своем сельском хозяйстве. Мы знаем, что они обменивали древесину, меха, зерно, воск и мед на железные изделия. Мы знаем, что в начале 14 века при самом главном правителе, которого я, возможно, не записал, Гедеминосе, они переломили ситуацию в своем сельском хозяйстве. Он у вас есть? Окей. Итак, при Гедеминосе, который правил с 1315 по 1343 год, они начали переходить от рабства к колонизации, где они принимали правление местных лидеров. Они как бы контролировали землю, а не людей. Так что в некотором смысле это тот самый переход, который вы ранее наблюдали на Руси. Контроль над землей, а не над людьми. Принятие уже существующих правил и сбор налогов. Гедеминос переезжает на территорию нынешней Руси. Какой была их религия? Очень коротко об этом. Мы знаем об этом гораздо больше, потому что их язычество продолжалось еще четыре века. И многие люди контактировали с ними. Многие христиане, мусульмане, евреи контактировали с ними на протяжении веков. И все это время в Вильнюсе были христианские церкви. Почему? Потому что если вы представляете толерантный процветающий режим, к вам приезжают торговцы из других мест, и вы должны обеспечить им церкви, верно? И чтобы вы понимали, эта история закончится крещением литовских правителей. Но литовские лидеры всегда правят страной, которая в большинстве своем христианская. Потому что большинство населения Литвы являются выходцами из нынешней Беларуси, а затем из нынешней Украины. То есть они восточные христиане. Так что все это время это режим, где правители язычники, правящие семьи язычники, но большинство населения на самом деле христиане. Итак, мы говорим о религии Балтийского ядра, которая затем распространяется и терпимо относится к христианству. Они вообще не предпринимают никаких попыток обратить христиан в свою веру. Итак, мы знаем, что Великий Князь был также верховным жрецом. Мы знаем, что жрецы приносили жертвы, как и в славянских землях. Мы знаем некоторых из самых важных их богов, среди которых были уже знакомые нам персонажи. У них была своя версия Перуна, который назывался Перкунас. В общем, если просто добавить нас в конце, то получится литовское слово. Окей, это работает не всегда. Но литовская версия Перуна называлась Перкунас. Другие важные боги — это Андай, который ассоциировался с водой, Телиавил, который ассоциировался с образом Гефеста, связанного с кузнечным делом. Но, как и в славянском язычестве, боги не были разделены. Это гораздо более анимистическая религия, где все вокруг в каком-то смысле одушевлено божеством. Поэтому деревья тоже были в почете. В определенных рощах деревьев в качестве жертвоприношения сжигали мертвых. Также важны были некоторые источники, реки и камни. До контакта с христианами у литовцев, как и у славян, тоже не было храмов. По-видимому, они начали строить храмы в качестве христианского заимствования. Мы знаем, что они гадали по поведению лошадей и змей. Некоторые из них до сих пор гадают. Мы знаем, что после побед они приносили треть добычи в жертву богам. Мы знаем, что лошади имели особое значение, что черепа лошадей должны были отпугивать злых духов. Пара лошадей перед домом или на фронтоне дома должны были принести удачу. Мы знаем, что если ты был важным человеком и умер, тебя хоронили вместе с лошадью, чтобы на том свете у тебя была твоя лошадь. И литовцы также предусмотрительно поступали так с важными людьми, которых брали в плен на поле боя. Например, когда они сражались с крестоносцами и брали в плен важных рыцарей, они предусмотрительно сжигали их до смерти в полном вооружении, верхом на лошади — это знак привилегии. Так что крестовые войны между крестоносцами и литовцами были невероятно ожесточенными с обеих сторон. Крестоносцы так про них и писали. Конфликт между крестоносцами и литовцами фактически вошел в английскую литературу в самом начале. Если вы проходили курс английской литературы в школе, где вас заставляли читать, и где вы с удовольствием читали кентерберийские рассказы Чосера, вы можете вспомнить, что когда в прологе автор знакомит нас с рыцарем, он описывает его таким образом. Тот рыцарь был достойный человек, с тех пор, как в первый раз ушел в набег. Любил он честь, учтивость и свободу. Вверху стола был гостем в замках прусских. Ходил он на Литву, ходил на русских. Итак, рыцарь в этой английской истории 1380 года 14 века — крестоносец. Но он крестоносец в северо-восточной Европе. Он крестоносец в Литве, и в английском оригинале произведения используется немецкое слово «райза». Каждый год тефтонские рыцари объявляли о проведении райза. И в данном конкретном контексте это означало, что все рыцари из других христианских стран должны были прийти и присоединиться к крестовому походу. Так они и поступали. Крестовый поход был своего рода сезонным приключением, которое называлось райза. Именно активность тефтонских рыцарей заставляет Литву консолидироваться и толкают ее на юг. Тевтонские рыцари попадают туда через Балтийское море, когда польские власти приглашают их приехать и разобраться с проблемой язычников. Тевтонские рыцари приходят, тефтонские рыцари остаются, тефтонские рыцари создают свое государство. Они правят тефтонским государством вдоль Балтийского моря. Они делают это вопреки польским королям, которые говорят, «Эй, мы просто хотели, чтобы вы решили эту конкретную проблему». Они также используют специфическую особенность западного христианства, которая заключается в том, что тефтонские рыцари подыгрывают как императору Священной Римской империи, главным светским лидером на Западе, так и папе римскому. Им удается играть между двумя покровителями и, по сути, делать то, что они хотят. Итак, это вооруженные монахи, это крестоносцы. Это люди, изолированные от мира, обученные в духе самопожертвования. Их собратья-монахи считают их устрашающими. Их базовая программа крещения, как я уже говорил, заключается в том, что вы нападаете, убиваете всех мужчин, переселяете своих людей, и это крещение, это обращение в христианство. Их главным достижением была колонизация Балтийского бассейна от территории современной Северной Польши и аж до современной Эстонии. На этой территории немцы имели значительное социальное и политическое присутствие в течение следующих 700 лет до 1945 года и прихода Красной Армии. Итак, они основали то, что в той или иной форме просуществовало еще очень долгое время. Мы переходим к сути, которую, я уверен, вы уже поняли. Это их война против Литвы, которая совпадает во времени с поглощением литовцами земель Руси. Они воюют в конце 13-го и в 14-м веке. Я засчитаю вам одну длинную цитату летописца Тевтонского ордена Петра из Дузбурга, чтобы вы получили представление о том, как они это видели. Тевтонские рыцари испытывали к литовцам странное уважение, но вместе с тем и сфирепость. Это 1283 год. Он пишет. 53 года прошло с тех пор, как началась война с прусским народом. И все народы в упомянутой земле Пруссии были побиты и истреблены, так что не осталось ни одного, который бы не склонил покор на шею перед Святой Римской Церковью. Итак, это Пруссия, которой больше нет. Вышеупомянутые братья немецкого дома — мы. Вышеупомянутые братья немецкого дома — мы, тевтонские рыцари, начали войну против этого могущественного народа, самого стойкого и опытного в войне соседей прусской земли, живущих за рекой Неман в земле Литвы. Вот как это выглядит с точки зрения тевтонского рыцаря. Реакция литовцев не была такой. Мы никогда не станем христианами. Похоже, реакцией литовцев было, «Мы не станем христианами таким образом». Итак, в конце XIII-го, начале XIV-го века сложилась своего рода геометрия четырех держав. Где есть Польша, есть Галецко-Волынское княжество, есть рыцари, и есть Литва. А также есть то, что осталось от Руси, которая больше не является политическим образованием. В начале XIV-го века литовцы, столкнувшись с этой проблемой, двинулись на юг. Они напали на город Брест, который сейчас находится в Беларуси. 1323-му году они, по-видимому, контролируют и Киев. Но самое главное здесь то, что хотя в начале, похоже, были вооруженные столкновения, литовцы правили Русью не только в духе веротерпимости, но и в духе апроприации. Итак, они приходят к князьям Руси и говорят на их языке. Мы не собираемся приносить ничего нового и не собираемся менять ничего старого. Как они говорят это на их языке? Вы должны помнить, что литовские великие князья управляют страной большинства населения, которое и так уже славяне. Большинство населения уже восточнохристианское. Они уже контролируют некоторые земли бывшей Руси, земли современной Беларуси, так что не то, чтобы христианство или православие или даже язык были им незнакомы. Они знают, кто такие христиане, верно? Поэтому они говорят князьям Руси. Вам не нужно ничего менять. Мы просто заключим браки с вашими семьями, вы будете считать нас центральной государственной властью и организуете для нас сбор налогов. И, похоже, эта схема работала как часы. Этот процесс достигает кульминации во второй половине 14 века. Литовцев давят с запада, они поглотили земли на юге. Но литовцы находят способ окончательно победить тефтонских рыцарей. Они заключают союз с поляками. И это осуществляет второй великий литовский князь после Гедеминоса. И я хочу, чтобы вы запомнили это имя. Это Ягайло. Или, как его помнят поляки, Ягела. О, простите, я забыл кое-что очень важное. Литовские великие князья знают о Руси. Они знают, что Русь существовала. Они знают, что Русь была очень важным государством. И поэтому они к своему списку титулов добавляют «Мы правители Руси». Таким образом, с их точки зрения, они унаследовали не только территорию. Они унаследовали и вотчину в юридическом смысле. Мы правители этой структуры, величаемой Русью. И, как я уже говорил, они унаследовали юридический язык и сами начали его использовать. И это было нормально, потому что они привыкли использовать славянские языки. В славянских языках нет ничего нового, ничего удивительного. И еще большой плюс в том, что есть письменность. Итак, кульминация этой истории связана с Польшей. В Польше кризис престола наследия. Королевой Польши становится девочка 11-12, может, 13 лет. На мгновение кажется, что ее выдадут замуж за Габсбурга. Если бы это произошло, вся история нашего региона была бы совсем-совсем другой. И Габсбург, которого звали Вильгельм, едет за своей польской невестой, но не доезжает до пункта назначения. По дороге его останавливают несколько польских дворян, и вместо него девушка выходит замуж за человека намного старше себя. Я имею в виду, что это немного скандально. Он старше ее лет на 40, но Литва не скандалит. Итак, Ягайла. Как, кстати, зовут девушку? Ядвига. У нее тоже очень интересное прошлое. Я имею в виду, она еще совсем тинейджер, но ее воспитывали для интересных вещей. Как бы то ни было, она оказывается королевой Польши. Ее зовут Ядвига или Хедвиг. Она выходит замуж за Ягайла, и таким образом происходит сразу целая вереница событий. Правящая семья Литвы принимает христианство. Это 1385-1886 годы. Постепенно литовская знать, включающая старое русское дворянство, сливается с польской шляхтой и начинает перенимать некоторые ее нормы, о которых мы еще поговорим. Но самое главное, де-факто, новое государство — это личная уния. Это личная уния между литовскими великими князьями, которые также будут и польскими королями, и она будет существовать в течение следующих двухсот лет. Так что литовские великие князья и польские короли в целом будут одними и теми же людьми в течение довольно долгого времени, нескольких сотен лет. Что это значит для этих территорий? Это очень важно для Киева. Мы продолжаем фокусироваться на Киеве. Это означает, что Киев будет присоединен к Вильнюсу и к Польше примерно с 1320 до 1670 года. Это очень долгий период времени, который мы будем рассматривать в следующих лекциях. Это означает, что эта территория, хотя существует еще и Северо-Восток, а также Галлицко-Волынское княжество, но большая часть Руси будет в этом литовско-польском синтезе в течение следующих нескольких столетий. Все это приводит к знаменитой битве, о которой знают все польские дети, да и вообще все школьники из многих стран Восточной Европы. Это Грюнвальдская битва. Знаменитая Грюнвальдская битва, которая известна полякам и известна литовцам. Это битва 1410 года. Это битва, которая настолько шокировала всех, что во время Второй мировой войны на нее ссылались и Гитлер, и Сталин. Она до сих пор преподается как фундаментальная. Это битва, в которой великий князь Литовский, ставший теперь королем Польши и способный собрать армию, включающую людей из Руси, Польши и Литвы, одерживает решительную победу над рыцарями Тевтонского ордена. И одна из причин, почему эта битва стала такой памятной... Окей, если вы пойдете в Центральный парк, что вы сделаете, верно? Вы в Нью-Хейвене, вы пойдете в Центральный парк, верно? Это недалеко. Там есть статуя Ягайла или Ягелла, держащего два меча. И один из этих мечей его, а второй тот, который дал ему великий магистр Тевтонских рыцарей. По крайней мере, согласно легенде, он дал ему меч в начале битвы, мол, тебе это понадобится. И вот эта толика Тевтонского высокомерия запомнилась на века. И поэтому представление о Ягайла, идущем на битву с двумя мечами, и, конечно, о победе литовцев, поляков, славян, это то, что оставило большой след в истории. Ладно, на этом я вас оставлю. Мы продолжим этот польско-литовско-русинский синтез в следующий раз. Но также мы попытаемся объяснить, как мы попали в Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова